Приветствую вас на моем канале, не Артема Гантимурова, а название моего нового канала теперь Nexus Gamer. И еще я хочу поделиться еще одной новостью, что скоро на моем канале вы увидите новую рубрику The Path of the Game, или в переводе Путь Игры. Вместо игры будет название самой игры, но какой вы увидите в дальнейшем новых видео. Ну а теперь мы собрались здесь не ради того, чтобы обсуждать теперь мой канал, а хочу вам представить Race of the Tomb Raider 20 лет юбилея. Юбилейная серия Tomb Raider. 20 лет уже исполнилось этой игре, и сегодня я буду ее распаковывать и посмотрим, что в ней находится. Итак, что у нас тут есть? Игра полностью на русском языке от компании Crystal Dynamics и Square Enix. Тут еще, как видно, Лара Крофт, Tomb Raider 20 лет легенды. И более 75 номиноваций и наград, хотя у первого Tomb Raider было 70. А теперь что на обратной стороне? Полная история невероятного приключения. Выживите в прекрасном, но враждебном мире во время первой экспедиции Лары Крофт и таинственным гробницам. Исследуйте смертоносные захоронения, участвуйте в партизанских боях, новая глава Узы Крови, исследуйте и защитите родовое гнездо Крофтов, новые вызовы, все дополнения и даже больше. Больше, чем на Xbox One, Xbox 360 и PC. Еще включает поддержку VR виртуальных очков PlayStation для Узы Крови, но можно играть и без них, я как уверен в этом. Уровень сложности Закаленная, который повышает режим еще сложнее, новые костюмы и оружие по мотивам Tomb Raider 3, 5 классических моделей Tomb Raider 3, дополнительная миссия Баба Яга, Храм Ведьмы, режим выносливость, пробуждение холодной тьмы, 12 костюмов и 7 видов оружия и 35 экспедиционных карт. Еще здесь указано 1 игрок, плюс сетевая игра, 2 человека и 2 человека, через черточку дуб я вижу. Требуется подписка плюс, и в виде получается то, что в сетевом режиме могут играть до 4 игроков, если 2 на 2. Игра весит не менее 25 гигов свободного места, вилл в шок с функцией вибрации, вывод в видео на 720p, 1080p и выше. Поддержка дистанционного воспроизведения через песню Vito, рейтинг 18+, нецензурная лексика и насилие. Ну что ж, приступим дальше, что у нас там. К сожалению, все на английском здесь. Ну ничего, читать-то могу я, но зато обрекуйтесь на замечательный арт-бук. Я пролистаю все картинки для вас. А это уже фан. Картинки сделаны фанатами со всего мира. Вот эта картинка прям напоминает принц Перси, прям как схват два трона, очень напоминает. А вот эта картинка фана арт сделана по мотивам игры Tomb Raider GO. Змеи и держащий кристалл были в ней такие. А вот здесь, как вы смотрите, видите, здесь собраны все Tomb Raider. От самого последнего, который уже вышел. Именно вот Tomb Raider, который выходил на третью, плохую, на четвертую, на все платформы. И плюс чем четвертый, он вышел как Definite Inditious. Tomb Raider 3, Underworld, и Legend. Тут все вот именно изображены Лары Крофты. Legend of Forever. Легенды навсегда. А вот это очень похоже, как Underworld в версии игры. А вот это как раз предпоследняя серия. Арты уже пошли как бы похожие очень. Угу, тадам. А вот это Tomb Raider Chronicles. Именно отсюда взята эта картинка, где Лара Крофт погибла, и ее почитали мертвые. Но она на самом деле выжила. Это Tomb Raider очень напоминает Dark Angels. Ну и тоже как немного Chronicles тоже в версии. А вот это вот даже и вообще интересно. О, так это же Tomb Raider Temple от Sirius. Которая тоже вышла на четвертую PlayStation официально. Как бы вроде бы. А вот это по моделям первого Tomb Raider с самого начала. Но практически здесь очень похоже, что как бы вторая часть здесь. Вот тут присутствует медальон из первой части. И кинжал. И второй вроде. Тут как бы сказать, первая и вторая часть в этом арте собраны. А вот самый интересный арт. Я даже вам покажу поближе. Здесь изображены все Лары. От самой первой, как вот здесь она сидит. Второй. Андертворд, Ледженд. Все серии Tomb Raider здесь собраны перед вами. И вот самая последняя Лара сидит вот здесь прямо. И здесь все получается всего... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать Лар Крофт, как бы. И значит получается... Это что? Тринадцать... Ну, короче, тут много Лар с 1996 года по 2013 год. Все они собраны и развлекаются между собой. А вот это картинка уже поместье Крофтов. Из Узы Крови. Здесь у нас карточка регистрации продукта. Эта карточка позволяет зарегистрировать продукт на официальном сайте Square Enix Members. Минувал на Hitman весь первый сезон. В январе 2017 года выйдет официальная игра на него для PlayStation 4. Инструкция о мере предосторожности из самой игры. Ну, а теперь сама игра. Вот такая вот замечательная упаковка для игры Tomb Raider. Стоила она всего 3999 рублей. Практически 4 тысячи. Обошлась эта игра мне. Ну, еще то, что эту игру я буду проходить на своем канале. The Path of the Rise of Tomb Raider. Путь. Rise of Tomb Raider. Ну, а то, что еще. Не буду и не только ее проходить. А вначале я пройду вот эту игру и все покажу вам. Конечно, кто играл, будет мне это неинтересно. Но посмотреть, как я это играю, и вам будет очень интересно. Потому что я вот эту серию пройду на высоком сложности. Ну, а эту, конечно же, придется изучать мне в самом изначале. И еще то, что на моем канале будет еще прохождение Uncharted, с первого по четвертую часть тоже. И еще то, что в скором времени выходит игра Batman Return to Arkham, которая скоро появится тоже на моем канале. И тоже полное прохождение будет их. Но еще одна игра, секретная, которая я же шифрую двумя буквами. Буквы будут тоже в шифрованном состоянии находиться. Чтобы их расшифровать, я вам дам подсказку с самого начала. На клавературе эти буквы можно нажать в латинском варианте только. Но то, что я сейчас напишу эти буквы, эти буквы будут именно в русском варианте. Но если вы нажмете эти же буквы в англинском варианте, именно переведете на латинские буквы и нажмете на эти же буквы, вы увидите две буквы, которые будут зашифрованы именно двойным словом. А именно то, что первая буква и вторая это два слова. И это название игры, которую я буду проходить. И я их укажу вам, какие именно это буквы. Если вы угадаете их, то вы молодцы будете, что вы умеете размышлять логически. Ну а теперь удачи вам и ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Субтитры подогнал «Симон»!